Издательство Московской Патриархии выпустило в свет очередной тираж издания, название которого «Соединенная служба Господу Богу нашему в Троице славимому в память крещения Руси и святому равнопостольному великому князю Владимиру». Издание содержит тексты, написанные к тысячелетию крещения Руси, которые праздновали в 1988 году. Именинные тексты равнопостольному князю Владимиру. Как рассказали в издательстве, возвращение в богослужебное употребление песнопения, специально написанных в память крещения Руси, позволит более торжественно и осмысленно совершать службу в этот праздничный день. Соединение служб одобрено Синодальной Богослужебной Комиссией. После службы помещен молебен по особому чину, который по благословению святейшего патриарха Кирилла надлежит совершать по окончании литургии. Издание выпущено в виде брошюры аналойного формата крупным церковнославянским шрифтом. И вот, что об этой богослужебной книге рассказал главный редактор издательства Московской Патриархии. Тексты, прежде всего, посвящены единству наших народов. Это тексты, которые объединяют землю русскую. Особенно мне нравится, как практическому священнику, на всеначном день и премии, посвященной этому празднику, которые состоят из двух новозаветных премий, одной ветхозаветной. Это заветное посвящено Соломону, тому царю, который дал народу Божьему храм. И действительно, князь Владимир похож на царя Соломона, премудрого Соломона, который отверг языческую веру, веру прелестную, как написано в богослуженных текстах, и дал веру истинную. Эта книга будет использоваться в течение всех праздничных 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 праздничных. И малый вечерний, и великий вечерний, все ночные, утренние, и часов, последования часов, и, конечно, божественной литургии.